Субтитры сделал DimaTorzok Стрелять будем из ружья 12-го калибра Hudson Escort AIMGARD Турецкая помпа Ствол длиной 51 см Приклад телескопический У меня на канале есть видео, где он устанавливался По патронам Поддерживаем исключительно отечественного производителя Стреляем патронами винницкой фабрики TAHO У нас здесь есть спортивные патроны Olimp Sporting Дробь семерка Навеска 28 грамм У нас здесь есть Патроны Картеч Тоже TAHO Картеч, если мне не изменяет память 8 мм 9 картечин в одном патроне Навеска также 28 грамм Еще есть пулевые патроны Пулевые патроны с пулей PP12 Навеска этого патрона 33,5 грамма И есть у нас пулевые патроны с пулей Diabolo Навеска 35 грамм Ну, собственно, приступим Начинать будем с патронов 5 штучек Пулевые патроны PP12 И, соответственно, открыться Время лど Другие патроны Пулевые патроны Пулей Подходить Другие патроны Мы будем сайти Подогнем. Пойдемте посмотрим. Итак, по результатам стрелок я хреновый, либо сильно дергал, либо очень низко целился, в общем все пули прилетели вот в этот район, вот, то есть 1, 2, 3, 4 и вот отрыв по другой мишени, вот, это с расстояния около 20-25 метров, вот, ну собственно, сейчас попробуем пострелять пулей Диабола, хотя здесь мишенька обозначена, ну с такого расстояния не видно, предполагает, что я по ней буду стрелять картечью, а ПП-12 буду стрелять вот по этой мишени, ну не важно, будем стрелять Диабола по вот этой верхней мишени. Значит, приступаем ко второму заходу, патрон пуля Диабола, навеска 35 грамм, приступим. Немножко перекосило патрон на подаче. Слава Богу, это помповое ружье, немножко поправили пальцем, и сделали вот так. Еще раз перекосило патрон на подаче. Это что-то необычное, раньше такого не случалось, может быть, патрон плохо завальцов, хотя вроде бы не видно было ничего другого. постреляли. Ну, здесь уже поинтереснее. Видимо, эти пули летят покучнее, да и я целился лучше. В общем, с расстояния 20-25 метров все пять попаданий в мишень, два даже в окружность, три чуть ниже. Вот. Ну, собственно, отстрелялись ПП-12 по мишени картечи. Сейчас попробуем отстреляться картечью по мишени, предназначенной для ПП-12. Приступим. Да, кстати, патрон с пулей Диабола меня что-то особенно не порадовал. Я не знаю, еще ни разу не сталкиваюсь, чтобы это ружье давало какие-нибудь сбои на перезарядке патрона. Не знаю, может быть, патрон плохо завальцован, хотя внешне так особо этого было не видно. Может быть, черт его знает. Но такое случилось в первый раз на самом-то деле. Вот. Ну что ж. Приступаем к стрельбе картечью. Продолжение следует... Еще одна такая же история. Даже не знаю, что и думать по этому поводу. Очевидно, больше не стоит покупать патроны Дахо. Посмотрим. Ну, собственно, вот она, красивая. Ну, относительно с расстояния 20-25 метров картечь прилетела. Ну, не сказать, чтобы очень плохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, в общей сложности попала в эту окружность. Остальные в непосредственной близости. Вот это, очевидно, я немножко подзакосил. А, и забыл уточнить. Все патроны, которыми мы стреляем, то бишь, картечные и дробовые, они контейнерные. То есть, пуля и Диабола, и ПП-12, она как бы просто подкалиберная. А, картечные и дробовые патроны, которыми мы сейчас будем стрелять вот сюда, они контейнерные. Ну, что ж, отстреляем последнюю партию. Пять дробовых патронов с дровью семеркой. Навеска 28 грамм. Приступим. Пойдемте поглядим. Пойдемте поглядим. Ну, здесь очень хорошо. Как бы практически равномерно покрыло всю вот эту часть. То есть, даже зацепило часть вот этой мишени. Очевидно, если бы здесь было что-нибудь, тоже бы зацепило. То есть, примерно прилетело по окружности около, я не знаю, может быть, сантиметров 70-80. Примерно равномерно. Это при том, что, опять-таки, напомню, что я стрелок криворукий. Ну, по сути, хреновый. Простите за мой французский. Но, тем не менее, даже из моих рук мелкая дробь прилетела примерно одинаково и равномерно. Вот сюда, на окружность примерно 70-80 сантиметров. Вот. Ну, собственно, вернемся к нашему стрелковому рубежу. Сейчас мы подведем маломальские итоги. По поводу ружья. Ну, что тут говорить. Обзоров в интернете много, в ютубе. Снимать еще один, не обладая нужными познаниями. Не считая нужным. Значит, в общем и целом, ну что, ружье простенькое, не очень дорогое, прикладистое. Единственное, что, как по мне, я просто не охотник, как бы не предполагалось. Ружье для охоты больше для развлекательных пострелушек, для самообороны. То есть, как бы здесь, как по мне, гораздо более уместен телескопический приклад. Ну, собственно, он и установлен. А так больше сказать особенно нечего. Теперь по патронам. То есть, ну, результаты того, как они прилетели, вы видели сами. Конечно, здесь многое зависит от стрелка, то бишь от меня. Ну, как видите, стрелок я плохой. Ну, в общем и целом, значит, патроны Тахо с пулей Диабола. По непонятным мне причинам дали две задержки. Как бы на пострелушках это абсолютно нечего, поправив пальцем. И дальше стреляешь. Ну, при самообороне могут быть проблемы, конечно, когда нужно стрелять быстро, один за другим. И тут вдруг на тебе в стрессовой ситуации можешь забыть, что нужно, где там, как там, пальцем поправить. В общем и целом, патроны вот эти. Хотя и прилетели неплохо, вот. Но мне особо, как бы, не глянулось. Значит, теперь вот эти патроны. Это пуля ПП-12. В прошлую мою стрельбу летела эта пуля очень даже неплохо, на самом деле. Очень точно. Вот, может быть, сейчас я немножко нервничаю на камеру. И руки немного дрожат, поэтому прилетело косо. Может быть, потому что уже давненько не стрелял. Как-то отвык я от этого ощущения. Значит, кортечь. Ну, про кортечь что тут говорить. Кортечь есть кортечь. Вещь мощная. Вот, для самообороны это просто даже страшно, пожалуй. Вот. И, собственно, патроны для спортинга. Вот. Ну, результат видели сами. Равномерно покрывают дробью. Для спортинга, пожалуй, самое то. Ощущения при стрельбе комфортные. Кстати, вот на удивление, вот эти патроны, хотя у них с кортечью навеска одна и та же. Вот. Но вот эти патроны гораздо мягче, по ощущениям, чем вот эти. Вот. Ну, собственно, на этом будем заканчивать наше видео. Кому понравилось, нажимайте ваши пальцы вверх. Ну, что ж, кому не понравилось, если есть какие-нибудь вопросы, задавайте их в комментариях. Вот. Я с удовольствием на них отвечу. За сим я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Уже дурковать начали. Пострелять вот так вот. То бишь, без приклада. От бедра. Уокер, техасский рейнджер. Уокер. Вот так. Укуер.